Антон Фарб, Нина Цюрупа, Дивный вкусный мир. Черносмородиновый кисель предрассветных сумерек, взбитые сливки облаков и абрикосовые заревы восходящего солнца плескался за окном. Леопольда не сразу поняла, что ее разбудило. Сигнал телефона настырный, как нотка кардамона в клинтвейне не умолтал. Леопольда, застонав, перегнулась через храпящего мужа и ответила на вызов. Леопольда Вилимсовна, она узнала помощницу, вас просят срочно прибыть к заседанию совета. Сейчас? Который час? Пять утра. Леопольда Вилимсовна, транспорт будет у вас с минуты на минуту. Но мне нужно... Погодите, милочка, что случилось? Голос у нее был сосна, дребезжащий, как разболтанный блендер. Дело государственной важности. Под окном взревел транспорт. Муж зашевелился, просыпаясь. Леопольда соскользнула с кровати, босая выглянула во двор. Лайер, раскрашенный в цвета мирового кулинарного совета, опустился прямо посреди лужайки. Так вишенкой украшают десерт. Леопольда Вилимсовна, вы уже уезжаете? Через десять минут, твердо ответила Леопольда. Мне нужно хотя бы умыться. Она уложилась в восемь минут. Ни муж, ни дети не проснулись. В доме было непривычно тихо. Жалась по углам винтажная мебель. Водитель распахнул перед Леопольдой дверь. Госпожа Леопольда, вы в курсе, что случилось? Спросила Леопольда, протискиваясь на заднее сиденье. Никак нет. Лайер взмыл в небо. Леопольда часто задышала, борясь с дурнотой. Пятьдесят лет отвыкаешь от предрассветных побудок. Дело давно идет своим чередом. Не с боя, с овралом справится администратор. Дети уже не в том возрасте, чтобы ждать от них неприятностей. А ведь было время, когда Леопольда с мужем раз в неделю вытаскивали сына из отделения после стычек с шавермами. Что произошло? Нашествие колорадского жука на картофельные поля? Черная гниль на томатах? Очередной вооруженный конфликт между этническими и идейными борщистами из-за использования фасоли? Под флайером, омытые компотом раннего утра, расстилались поля и леса, фермы заготовщиков и перерабатывающие заводы. Кое-где люди уже поднялись, начали работать. Ближе к зданию Мирового кулинарного совета никогда не гасли фонари и никогда не замедлялся темп жизни. Только изысканные рестораны, авторская кухня, молодежная кухня Это вам не ларьки с шавермой, жмущиеся к скучным, как овсянка на воде, многоэтажкам рабочих кварталов. Это средоточие культуры. Рабле, ресторан Леопольда, остался левее. Отсюда не видно. Скоро все узнаем. Флайер заложил вираж, и взору Леопольды предстало здание Мирового кулинарного совета. Монументальное и помпезное. Сахарные кости колонн, рафинад ступеней, карамель верары. Закружилась голова, когда флайер пошел на посадку, и на несколько минут все смешалось. Леопольда не помнила, как вышло, как ее взял под руку сам главный цензор, как звонко отозвался под каблуками мрамор, после, смягчившись, нота шоколада в Чили ковровой дорожкой. Высокие двери, знаменитый круглый зал, на жаргоне репортеров сотейник. Члены совета приветствовали Леопольду. Верховный секретарь, сухой, как соленая щука, всем известна у старикой язва, именно поэтому он, беспристрастный руководит советом, коснулся губами ее запястья. Леопольда Велимсовна, совет обращается к вам за помощью. Обессиленная Леопольда опустилась в кресло. Глубокой ночью посреди клубничного поля опустилась летающая блюдца. Космический корабль потерпел крушение. На борту нашли лишь капитана и штурмана. Гостей из прошлого. Давным-давно отбыли они в опасную экспедицию, и хоть для экипажа прошло лишь несколько лет, на Земле минуло три века. Сейчас астронавты отдыхали и набирали сил перед торжественной встречей. «Мы обязаны их накормить!» – воскликнул главный центр. «Все эти годы они, запертые на космическом корабле, питались сублимированной пищей и полуфабрикатами. Подумайте, Леопольда, все эти годы!» Дамы из Министерства первых блюд согласно закивали. «Мы обязаны продемонстрировать им все, на что способны!» Смягчить шок от прибытия к далеким потомкам. Пышный, как хлеб на закваске, глава отдела этнических кухонь прочувствованно вздохнул. Верховный секретарь, видимо, вспомнив о своей диете, пригорюнился. Цензор продолжал. «Но мы не можем оглушить их рецепторы высокомолекулярной кухни!» «Именно поэтому, Леопольда Вильямсовна, мы вызвали вас, крупнейшего специалиста по исторической кулинарии. Это должно быть нечто особенное, нечто запредельно вкусное, но не нарушающее их привычек». «Из какого они века?» «Вторая треть двадцатого столетия», прошептал секретарь. «Этнические россияне». Леопольда нахмурилась, припоминая. «Озвольте». Она поднялась, в волнении прошлась по залу. Самое распространенное блюдо в России второй половины двадцатого века — шаверма. Также популярна была пицца и еще пигмак, но рецепт его утерян во время булемии. «Не можем же мы угощать астронавтов шавермой!» Горестный вздох пролетел над членами Совета. Министр Салатов закрыл лицо руками. Пальцы у него были в перевязочку, как молочные сосиски. Горе его было велико. «Подождите!» — Леопольду осенило. «Вы их расспросили?» «Да». Секретарь заглянул в лэптоп. «Мы расспросили их о привычном меню. Астронавты утверждают, что питались курицей с рисом, салатом витаминным, супом харчо, паровой треской. Также упоминали рамштекс с картофельным бюро и некие битки домашние. Большинство названий нам ни о чем не говорит». «Мне тоже», — призналась Леопольда. «Кроме, наверное, харчо и, кажется, рамштекса. Мы пойдем немного другим путем. Мы предложим им русскую традиционную кухню. Кулебяки, растягай, суточный щи, кулеш и, конечно же, ее вершину — шашлык». Совет аплодировал стоя. «Ох!» — выдохнул Кондрат и отвалился на спинку стула, блаженно щурясь. «Давненько я так не жрал, а, капитан? Это тебе не паста из тюбиков, быть он неладно». Штурман Кондрат Сергеев, массивный, широкоплечий, сотросший за время полета огненно-рыжей бородой, всегда отличался здоровым аппетитом и от сублимата во время полета откровенно страдал. Было что-то хищное, звериное, в его манере набрасываться на шашлык и рвать зубами сочное мясо. Вячеслав Евгеньев, капитан звездолета Арбанат, долговязый, сухопарый, с вытянутым лошадиным лицом и грустными глазами бассет-хаунда, поковырял во рту зубочисткой и кнул и подтвердил. «Да, три года без нормальной еды тяжеловато. А все-таки зря мы так накинулись. Желудок-то отвык». «Да ладно», – обеспеченно махнул рукой Кондрат. «Потомки наши, Слава, пожрать не дураки. Уж с несварением точно научились справляться. Дадут какую-нибудь таблеточку, и будем мы такие же круглые и лоснящиеся». И тут Вячеслав не мог не согласиться. «Потомки, они же обитатели 23-го столетия, отличались изрядной убитенностью, здоровым румянцем и благодушием вечно сытых людей. К еде они вообще относились трепетно и очень волновались, понравилось ли вообще предкам кулебяка и не жидковат ли кулеш. В конце трапезы на банкет по случаю эпохального события это не тянуло, без официоза, по-домашнему. К ним вышла и раскланялась, принимая комплименты, сама шеф-повариха. Полненькая тетка с ямочками на щеках и старомодные, даже по меркам 20-го века, прически. Ее еще как-то очень смешно звали, но обалдевший от вкусовой симфонии Вячеслав не запомнил имени. «Ладно», — рубанул капитан, расправившись с десертами. «Хватит о брюхе родить. Надо о делах думать». «Эй, дружище!» — подозвал он официанта. «Кто тут у вас главный?» «Леопольда Вильямсовна!» — доложил круглый, как колобок мальчишка. «О, точно!» — вспомнил Вячеслав и досадливо сморчился. «Да не в ресторане. Кто командует парадом?» «Не понял официант. Церемонии, процедуры, не знаю, как тут у вас заведено. Где представитель мирового совета? Кому поручено нас встречать?» «Мне, Славочка!» Царственно вплыла в зал сама Леопольда Вильямсовна, неся в руках креманки с мороженым. «Мне и поручено. Вы кушайте, кушайте, а то растает. Ванильное. По рецептам Баскина и Робинса. Все ингредиенты аутентичны». «Хм!» — прочистил горло капитан, пока Кондрат сладострасно урча набросился на мороженое. «Так вы член совета?» «Не просто член!» — горделиво подбочинилась повариха. «Я эксперт по исторической кухне при Мировом кулинарном совете. Лауреат семи звезд Мишлена и шеф ресторана Робле. К вашим услугам!» Вячеслав машинально погладил шрам, заработанный им при высадке на третью луну Урана. «Подождите!» — попросил он. «При чем тут кулинарный совет?» «А какой же еще?» — удивилась Леопольда. «Мировой!» «Ну, он и есть. Мировой кулинарный совет!» Кондрат хрюкнул. «Это что ж получается? Миром управляют кухарки? Все по заветам классиков?» На кухарку Леопольда демонстративно обиделась, надув щечки. «Да будет вам известно!» — сообщила она, уперев руки в бока. «Что лишь благодаря кулинарному совету человечество смогло выжить во время булемии!» «Как еще булемии!» — не понял Вячеслав. Рассказ Леопольда с трудом укладывался в голове. Эпидемия булемии, вспыхнувшая в начале 21 века, привела к страшнейшему кризису, поставив рот человеческий на грань вымирания. Сто процентов населения планеты Земля утратили способность испытывать чувство сытости. Костлявая тень голодной смерти нависла над человечеством. Повальное обжорство уносило тысячи жизней каждый день, лекарства не помогали. В эмитории, спешно построенные при каждом общепите, ситуацию только усугубили. И лишь возникновение кулинарного совета, написание свода правил высокой кухни и законов правильного питания, полная смена парадигмы восприятия, переоценка духовных и материальных благ позволила спасти человечество от вымирания. «Жить, чтобы есть» — вот девиз, наполнивший смыслом существования последующих поколений. Поиск новых вкусов, изысканность насыщения, стремление побаловать себя, лишь это смогло превратить безудержное обжорство в прекрасную живиальность. И даже те, кто в силу малой образованности и недоразвитости вкусовых сосочков предпочитал банальный фастфуд, шавермы, как презрительно обозвала этих несчастных плебеев Леопольда, и даже они научились искать, что-то пожрать до сих пор нежратые. «Были забыты распри и войны, достигнуто изобилие». И вот уже третий век человечеству благоденствовало в мире большой жратвы. «Фантастика!» — только и смог выговорить Кондрат. Капитан Евгеньев промолчал. Астронавты оказались милыми мальчиками, ровесниками младшего сына Леопольда по 25 лет. Серьезными, умными, только очень уж худенькими и ржистыми. Совет, впервые столкнувшийся с гостями из прошлого, поручил их заботам Леопольде. Славе и Кондрату до всего было дело. Они желали знать, как живут потомки, и Леопольде ничего не оставалось, как отменить все текущие дела и устроить астронавтикам экскурсию. Совет предоставил ей флайер, и начать Леопольда решила с экскурсии в Музей культуры еды. Конечно, лучше всего экскурсию провел бы Цензор, но у него обострилась язва. Министры же были слишком заняты. В наваристом бульоне августовского полдня жужжали редкие флайеры, не спеша приземляться на территории музейного комплекса. Были летние каникулы, и у слушателей школьной программы нашлись занятия поинтереснее. Леопольда мягко приземлилась. Астронавтики выпрыгнули на траву, сочную, как салатный микс с брызнутой соком лайма. Впереди, в тени деревьев, притаилось первое здание экспозиции, посвященное истории мировой кулинарии. Будучи студенткой, Леопольда дневала и ночевала там, рассматривая фотокопии знаменитейших трудов Белоцерковской, Высоцкой, с благоговейным трепетом, замирая перед репринтом книг Похлёбкина, зардевшись, проскакивала зал сетевого питания, все эти бесчисленные рестораны, столь близкие сердцу Шавермы, и сегодня как можно было! Впрочем, астронавтиков история не интересовала. По крайней мере, добулимийная эра. Слава и Кондрат жались друг к другу. Леопольда извлекла из багажника корзинку с припасами. Истощённые ребятки уже часа три без еды и принялась расстилать поверх травы скатерть. Помилуйте, Леопольда, зачем? – простонал Слава. Для подкрепления. Комплекс большой, ходить долго. Совместим вводную лекцию с ланчем. С хрустом развернула она овощеную бумагу, и над поляной поплыли ароматы розбифа, французской горчицы и свежего салата. Кондрат судорожно сглотнул, глядя на сэндвич. «Кушай на здоровье!» – расплылась в улыбке Леопольда. Мальчик вгрызся в угощение. Слава следил за ним с насторожённой улыбочкой. Слава вообще ко всему относился насторожённо. Непростая судьба у мальчика, что и сказать. Экипаж потерял, сам едва не угробился, и чего не хватало им на обжитой и уютной земле. Впрочем, понятно, чего. Ещё два дня назад Леопольда поинтересовалась, что же за салат такой витаминный, что представляют из себя другие упомянутые блюда, и нашла их только в бездушных, как газета, справочниках по советской, и был такой период в истории России, кулинарии. Нет, наверное, можно было и отварную курицу приготовить интересно, и морковь с капустой тоже. Но картинки в древней книге свидетельствовали об обратном. А потом ещё три года на кубиках сидеть. Станешь тут жалчным, как главный цензор, запретивший на днях категорически добавление желатина в Ланспик и обвинивший в использовании вкусовых ароматизаторов один из модных ресторанов. Славочка, попросил Леопольда, покушай. Славочку слегка передёрнуло, но мальчик, он был вежливый, из таких со временем хорошие администраторы получаются, и он взял сэндвич. Растолстеем мы на ваших хлебах, Леопольда. Ну и хорошо, ну и ладно, а то посмотрите на себя. Суповой набор, а не молодые люди. На вас таких девушки-то не посмотрят. Кому охота об кости биться? Мальчики смутились. Леопольда даже рассмеялась, так мило у них это получилось. После трапезы они отправились бродить по музею. Сначала всё шло хорошо. Леопольда подготовилась к экскурсии, на вопросы по истории отвечала сходу, в датах не путалась. Когда она рассказывала об образовании Мирового кулинарного совета, Кондрат воскликнул, «Прям пищевой коммунизм!» «Не говори ерунды», — окоротил его Слава. «Обычное потребление живём для того, чтобы есть. Надо ж так переврать. Скажите, вот, Леопольда, музей называется музеем культуры. Но где же она? Где же культура?» Они только что вышли из здания, посвящённого натюрморту, и Леопольда ещё пребывала в эйфории, поэтому не сразу поняла. «Где культура? Где книги, картины? А что мы, мальчики, до сих пор смотрели?» Удивилась Леопольда. «Книги, скульптуры, картины. Чего вам ещё?» «А классика!» — наседал на неё Слава. «Что вы помните из классики? Разве этому?» — он сделал широкий жест. «Сучил нас, например, Чехов!» Леопольда хитро улыбнулась. Только недавно перечитывала она избранные места любимого автора и могла теперь процитировать. Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семён Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних самых горячих блина и аппетитно шлёпнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Подтыкин приятно улыбнулся и кнул от восторга и облил их горячим маслом. Зосим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет! Подтыкин взглянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок сёнги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Мальчики, в свою очередь, разинули рты. Человек слишком долго ограничивал себя, мягко сказала Леопольда, слишком долго изобретал ложные ценности. Но всегда и во все времена самые проникновенные строки писались об истинно дорогом, о еде. И даже спутниц жизни подбирали по тому, как женщина готовила. Да что там говорить, рыцарский меч, ничто иное, как метафора шеф-ножа. Вы этого ещё не понимаете, бедные, но вы обязательно поймёте. Она повела их дальше, туда, где сквозь зелёный полумрак просвечивало классическое здание корпуса современной культуры, похожее на бисквитный, украшенный кремовыми розами, вот. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете модель для сборки. Антон Фарб, Мина Цюрупа, Дивный вкусный мир. Окончание. Полная безнадёга, капитан. Развёл руками штурман Сергеев, выдохнул, хлопнул рюмку водки и закрустил маринованным огурчиком. Эх, этот бы огурчик, да нарбанат в конце второго года. Алкоголик, брезгливо скривился Вячеслав. В чём безнадёга-то? Да вовсюм. Вчера же он с шавермами пообщался. Пролетариат, как же. Такие же брюхоголовые, как все. Одна разница, жратву любят простую, да побольше, и чтоб майонезиком заправить, да кетчупом. Нет тут классовой борьбы, слава, и быть не могёт. Как к чертям классовая борьба, как класс всего один, класс едоков за лучшее будущее. Кондрат, разволновавшись, вскочил из-за стола и прошёлся по гостиничному номеру. Над кроватями висели натюрморты с едой. Покрывало, расшито узорами из ягод и фруктов. Вся мебель в номере сделана из странного пластика, внешне напоминавшего мармелад в сахарном песке. «Жрать, жрать, жрать!» раздражённо повторил Кондрат, схватил из вазы на столе яблоко и впился в него зубами. «Рецепты, специи, маринады, температурные режимы, степени прожарки, да их ничего больше не волнует, потомков наших! Вообще ничего! Желудочно зависимые идиоты!» Вячеслав меланхолично очистил банан, откусил, проживал и очень спокойно возразил. «Быть такого не может! Человек-царь природы, венец творения, по поповской терминологии, и чтобы плод миллионов лет эволюции, существо, покорившее природу, слетавшее в космос и способное к творчеству, не завело смысл своего существования до утрамбовывания пищи в желудок?» «Не верю!» «Бред!» Кондрат метнул в него газету. «Почитай!» «Кулинарный вестник!» «Последние события в мире!» «Ожесточённая дискуссия!» «Пекать ростбе при низких температурах или при высоких!» «Как правильно!» «Шаурма или шаверма!» «Сколько кусочков шашлыка следует нанизывать на шампур?» «Если будущие у высокомолекулярной кухни!» «Прям дух захватывает от заголовков!» «Какая волнительная, напоённая приключениями духа жизнь у наших потомков!» «Должны быть недовольны!» «Обязаны быть в таком-то мире!» «Обязательно найдутся люди, желающие странного!» «Того, что нельзя намазать на хлеб или запечь с базиликом!» «Не жратвой же единый жив человек!» Капитан протянул руку за следующим бананом, но вовремя спохватился и взял пульт от телевизора. «Только не это!» «Взмолился штурман!» «Там же одни кулинарные передачи и реалити-шоу «Кто больше сожрёт?» «Я не выдержу!» «Выдержишь!» «В кольцах Сатурна выдержал!» «И тут выдержишь!» Одна из стен номера превратилась в гигантский экран немыслимой чёткости изображения. Как и предрекал Кондрат, на экране некто толстый в белом колпаке жизнерадостно стучал ножом, нарезая помидоры и огурцы. Рядом околачивался ещё один жердяй в розовом слюнявчике, быстро уплетая салат по мере его приготовления. «Быстрая еда!» прокомментировал Кондрат упавшим голосом. «Самое популярное шоу сезона!» «Выключи, а!» Но выключать не потребовалось. Картинка вдруг мигнула, сменившись заставкой канала, и наполненный тревогой женский голос заговорил. «Уважаемые телезрители, мы прерываем нашу программу для экстренного сообщения». На экране появилось приземистое здание, из окон которого валил дым. Ракурс сменился. Интерьер здания, похожего на цех, был щедро заляпан кровью. Кондрат поперхнулся яблоком и сел прямо. Вячеслав отложил банан. Полчаса назад, продолжил вещать голос, группа неустановленных лиц совершила подрыв автоматизированной скотовойни. В результате теракта уже третьего за этот месяц было уничтожено более 40 тонн отборной аргентинской говядины. В теракте подозревают от группу веганов и сыроедов известную манифестом «Мое тело, храм, а не кладбище». «Вот оно!» прожептал Кондрат. «Все-таки они существуют». «Ага», согласился Вячеслав. «Подполье? Я ж говорил». Никто из сотрудников не пострадал. Полученный фарш будет использован для художественной инсталляции лучше кладбища, чем компостная куча. Инсталляция будет демонстрироваться в Музее культуры еды на протяжении ближайших двух недель. Приятного аппетита, уважаемые едоки! Леопольда рыдала, комкая платок, белый, как меренга. Цензор негодовал. Цензор огромная сушеная щука бил плавниками и разевал пасть, демонстрируя Леопольде острые зубы. «А потом!» Задыхаясь и всхлипывая, продолжала она, «А потом я пыталась их сама отыскать!» А их, конечно, нигде не было. Кабинет Цензора был выдержан в минималистическом стиле и сверкал, как хорошая кухня. Стекло и металл, шершавое дерево, пищевой пластик. Даже стол Цензора был стилизован под разделочную поверхность. Цензор ткнул пультом, висящий на стене экран, и он ожил, демонстрируя запись со скрытых камер в окрестностях гостиницы. Вот! Если бы вы Леопольда сообщили в Комитет гастрономической безопасности раньше, сразу, как обнаружили, что астронавты пропали, мы бы не потеряли драгоценное время. А теперь поздно. Что? Поздно? У нее сердце зашлось, словно в тот раз, когда Леопольда вытащила профитроли из духовки, а они опали, сплющились прямо на глазах. Они у сыроедов. Леопольда очнулась, когда ее обрызгали водой. Помощница цензора склонилась над обмякшей в кресле Леопольда и заглядывая в лицо со смесью интереса и брезгливости. Точно Леопольда кастрюля на две недели, позабытая в холодильнике. Цензор наблюдал за всем этим со стороны, сидя за столом. «И как же?» «И что же?» прошептала Леопольда. «Бедные мальчики!» Цензор кивком отпустил помощницу. «Что же, что же!» Это уже проблема комитета. Много власти себе забрали эти веганы. Если вдуматься, психически неуравновешенные создания. С другой стороны, питание – личное дело каждого. У себя на кухне можете хоть под майонезом мясо запекать, слово не скажу. Иное дело – публичность. Тут Цензор нехорошо примолк и посмотрел на Леопольду, оценивая степень прожарки. Для себя ее Леопольда определяла как «уэлдан». Уже готова совсем. Снимай, а то передержишь. В общем, двое мальчишек – это ерунда. Желудки крепкие, перебесятся вернуться. Я вызвал вас даже не поэтому. И не вследствие вашей преступной халатности. Я, Леопольда, сомневаюсь в вашей профессиональной пригодности. Кровь прилила к щекам свекольной волной. Да как он может, сухарь, корка черствую, в облак твердокаменный, как может он, хроник желудочный, сомневаться в ее профессионализме? Леопольда вскочила, набрала побольше воздуха, чтобы ответить. Вы знаете, что они ели эти три года? Тюбики! Удивленно произнесла Леопольда. Вот. Цензор поднял что-то со стола и швырнул Леопольде. Она едва поймала. Тюбик, как с горчицей или хреном, летел прямо в лицо. Повертела в пальцах, прочитала. Каша гороховая. Ну да, ну да, мальчики говорили, все уже готовое, да и невесомость там, выдавливаешь в рот из индивидуальной упаковки. Надоедает, наверное. Попробуйте. Попробуйте, Леопольда. Да что я гороховой каши не ела? Пробромотала она, растеряв свой пыл. Попробуйте. Леопольда скрутила колпачок и послушно выдавила в рот порцию каши. Это было... Это было непередаваемо. Никогда в жизни Леопольда не ела ничего более гадостного. Даже во время исторических экспериментов, когда приходилось и овсяного киселя отведать, это Леопольде он не нравится, а другие с восторгом кушают. И молочные сыворотки, да и экзотические рыбные соусы пробовала Леопольда. Но не это. Казалось бы, горох. Его ярко выраженный вкус сложно чем-то испортить. Но разваренная комогенная масса по аромату напоминала разве что мокрую тряпку. Леопольда ей в деле сдержалась, чтобы не выплюнуть ее. Ну как? С участием спросил цензор. Гадость. Это вы, Леопольда, еще не пробовали так называемый творог с черникой. И что же? Молодые люди, три года питавшиеся тюбиками, вдумайтесь, тюбиками, сбегают из-под вашего крылышка. Какой вывод я сделаю? Ваши кулебяки, Леопольда, ваши знаменитые растягайи, либо готовите не вы, либо это просто широко разрекламированная гадость. Я рекомендую вам закрыть, рабле. После того, как дело получит, огласку к вам все равно никто, кроме шавермы, не придет. Леопольда покинула его кабинет, так и сжимая в окаменевшей руке тюбик. Что же это? Как же это? Про духовность расспрашивали, а сами? К сыроедам? После тюбиков? Озарение, внезапное, как сбежавший кофе, накрыло Леопольду. Если ничего страшнее тюбиков не пробовала она, то кто пробовал? И кто сказал, что это плохо? Ведь можно безвкусием гарнира оттенить блестящий жирным боком айсбан или туго набитые белые на срезе под лопнувшей кожицей мюнкинские колбаски. Ведь можно упомянутый творог с черникой сделать частью сложного десерта, подчеркнув им лаконичность панакоты. Леопольда улыбнулась. Ну, цензор, язвенник старый, рапанты переваренные резиновые, в отставку тебе пора, тебе, не мне. Потому что тех тюбиков на никому не нужном корабле Слава и Кондрата тысячи. Запас-то делали из расчета на полный экипаж и много-много лет. Кушайте, ребята, не стесняйтесь, тут все натуральное. Вячеслав сцепил зубы и с трудом удержался от стона. Судя по выражению лица Кондрата, тот едва не завыл. Стол веганы накрыли, скажем так, экзотически. Не кубики и тюбики, как на абарбонате, но и не разносолы Леопольды. Гастрономический разврат охарактеризовал для себя питание последних пары дней капитан. На столе арт-группы наличествовали сырая кукуруза и яблоки, грецкие орехи, свекла тоже, разумеется, сырая и проросшая пшеница. А главное, полезно, убеждала астронавтов мило. А по тебе не скажешь, едва не прокомментировал Евгеньев. Выглядело мило, идейный вождь и вдохновитель кулинарного подполья, мягко говоря, не ахти. Худющая аки-жердь, бледная, словно смерть, с прической ракез и темными мешками под глазами. Глаза, правда, горели праведным огнем аскеза. И вкусно! Продолжила мило с упорством фанатика. Это же истинный вкус! Не какой-нибудь там кетчуп или приправа, а вкус продукта, не испорченный поваром. Великая редкость в нашем мире. В конце концов, природа нас сотворила не ради того, чтобы мы украшали рюмку коньяка ломтиком лимона. В сыроедении, вегетарианстве и веганстве лежит спасение человечества от булемии. Хватит громоздить нелепости рецептов, хватит усложнять. Назад, к природе, к первоисточникам. Скажите, мило, кратчево спросил Кондрат, сглотнув слюну и мужественно хрумкнув сырой морковкой. А много у вас таких подпольщиков? По-разному. Ну, пожалуй, костлявыми плечами мило. Есть проходимцы, воздержанцы, ну, эти, которые к нам приходят лишь за тем, чтобы потом острее ощущать вкус убитой плоти. Есть извращенцы, пресытики, им все равно, что жрать, лишь бы новенькое. Есть всякие язвенники, да гастритчики с диабетиками, и их девать больше некуда. В большом мире разве удержишься от соблазна? Настоящих, идейных сыроедов мало, единицы, но именно нами живет движение. Капитан взял два грецких ореха в руку, сжал кулак, треснула скорлупа, острые осколки впились в ладонь. Не то, подумал Вячеслав в отчаянии. Снова не то. Те же яйца только в профиль, как говорили в благословенном двадцатом веке. А мы это мечтали. Вот вернемся из экспедиции, а будущее уже наступило. Потомки встречают цветами у трапа и ждет нас мир, в котором хочется жить и работать. Ага, как же. Мир, в котором хочется жрать. Ибо нет теперь другой цели у человека, кроме как набить свое брюхо. Надо валить, капитан! Склонившись к уху Евгеньева, прошептал Кондрат. Валить, пока не поздно, пока мы сами не сжарались до скотского состояния. Куда валить? Одними губами ответил Вячеслав. Штурман схватил его за руку и отвел в сторону. Я все прочитал. Там на стоянке флайер, ключи в зажигание, эти травоядные вообще дюх потеряли. До космодрома часа три лету. А потом? Потом куда? На арбонат! Там мизонного топлива еще на год полета! Оверсаном до Плутона и обратно! А смысл? простонал Вячеслав. Релятивистский эффект, выпалил Кондрат. Если выжить скорость по максимуму, на Земле пройдет больше ста лет, но не может это жрачество столько продержаться. Обожрутся и передохнут ожирение. Зуб даю! Вячеслав глубоко вздохнул. Терять тут было нечего. Ладно, махнул рукой он. Погнали! То ли Мила не соврала насчет очищающего прочищающего эффекта проросшей пшеницы, то ли дело было совсем в другом, но впервые после приземления капитан Евгеньев почувствовал себя живым. Словно и не было в его жизни нескольких дней чревоугодия, и снова капитан был молод, отважен и быстро. Ну, пускай не так быстро, пару лишних килограммов успели отложиться на талии, но уж решителен точно. Флайер угнали без проблем. Штурман легко разобрался с управлением и погнал легкую послушную машинку на бреющем полете в сторону города подальше от землянок-сыроедов. Кондрат гнал по полной, как тогда, во время метеоритного дождя на Калиста, когда погиб десантный бот с экипажем, полтюжины смелых парней отдали свои жизни ради знания, никому не нужного в двадцать третьем веке. Левее бери, скомандовал капитан. Видишь, вон то здание, на пирог похожее. Между ним и вон тем тортом берите, там еще небоскребы типа галет должны быть. Вот ты, вот гадость прилепилась-то, а? Да помню, я же кипер, помню, горел азартом штурман. Что, я космодром не найду, я старый космический волк. Может, в магазин заскочим по дороге? За консервами. Я тебе дам консервы, взъярился Вячеслав, но Кондрат весело скалился в ехидной ухмылке и капитан похлопал его по плечу. Вот он, родимый, выкрикнул Кондрат, закладывая вираж. Вот он, арбонат наш дорогой. Флайер спустился к заросшей густой травой глади космодрома. Что-то не так, нахмурился Вячеслав. Откуда здесь столько машин? И что за иллюминацией? Приплюснутая тарелка звездолета была подсвечена снизу и сбоку, а рядом на парковке глянцево поблескивали флайеры, похожие на заварные пирожные. Засада, напрягся Кондрат. Будем прорываться с боем. Не похоже, покачал головой Евгеньев. Слышишь? Музыка играет, кажется. Люк звездолета распахнулся и под торжественную музыку навстречу астронавтам два упитанных поваренка вынесли серебряные блюда с едва прожаренным еще дымящимся куском мяса в обрамлении до боли знакомых плюх тюбичных гарниров. За поварятами, горделиво улыбаясь всеми своими ямочками, шествовала Леопольда. Стейк! объявила она торжественно. Прожарки Рейр с гарниром из космической еды. Кушайте, милые мальчики, кушайте. Добро пожаловать в ресторан тюбики. У Вячеслава потемнело в глазах. Безнадега, прошептал Кондрат. Эти все переварят. отец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еumber